Первый месяц лета в большинстве российских регионов, в том числе и Тверской области, начинается в условиях особого режима из-за коронавируса. Эта пандемия уже заставила ввести немало ограничительных мер, внести поправки в законы и нормативные акты. Ряд из них вступает в силу как раз в июне, и мы уже рассказывали о них. Впрочем, среди законодательных нововведений есть и те, которые касаются обычной, докарантинной жизни. Подробнее в следующем нашем материале. С 14 июня отменяется банковский роуминг. Это значит, что деньги можно будет переводить клиенту того же банка, но находящемуся в другом регионе без комиссии. Еще одно нововведение состоит в том, что с начала месяца центры занятости начнут проверять по базе данных ЗАГС информацию о регистрации детей каждого подавшего заявление на пособие по безработице, а через базу данных МВД информацию о его прописке. И, кстати, с 1 июня увеличивается минимальный размер ежемесячной выплаты по уходу за ребенком до полутора лет. Предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком. С 3 375 рублей до 6 751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. И, как правило, это молодые родители, молодые мамы. Важно их поддержать. Еще в июне начнет работу реестр компаний, которые могут оказывать услуги по организации отдыха и оздоровления детей. Нелегальные детские лагеря будут оштрафованы на сумму до 1 миллиона рублей. А вот новость для авто- и мотолюбителей. С начала первого месяца лета в силу вступает постановление кабинета министров, согласно которому меняется порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля и мототранспорта. Теперь для внесения изменений будет обязательно необходимо получить специальное разрешение ГИБДД. Также после тюнинга владельцу нужно будет предоставить свое авто или мотоцикл на экспертизу технической лаборатории и получить заключение экспертов. К слову, в изменении конструкции могут и отказать, если оно, например, противоречит нормам безопасности.